За каждой фотографией на этих стендах, истории, подвигов и преодоления, а также невероятное чувство патриотизма и служению своему Отечеству. Все эти люди в современной России защищали наш покой и порядок. На стендах фотографии сотрудников МВД, погибших в разные годы от рук бандитов, а также военнослужащих, которые погибли, выполняя свой долг, в ходе специальной военной операции по защите интересов страны. Каждый из них герой, собравшимся рассказывать о том, как рисковали эти люди своей жизнью и как были верны данные присяги. Их мужество, честь и патриотизм – предмет гордости. Ведь Министерство внутренних дел, сотрудники Министерства внутренних дел, участковые полиции – это те, которые сегодня сохраняют нашу республику, суверенитет нашего государства, независимость нашего государства они сохраняют. Поэтому, как наш куратор выставки сказал, мы здесь попробовали представить максимально то количество людей, которые мы имеем возможность представить, а их оказывается более трех сет. На мероприятие отдают дань памяти тем, кто в годы Великой Отечественной войны боролся с фашизмом, защищая страну и кровью, приближая Великую Победу, и тем, кто уже в современной России погибли от терроризма. Подрастающее поколение в стихах рассказывает, какой ценой достался мир и как сильно все его ждали. На фотографии старшина Мусат Зангиев, такой же живой для своей семьи, родственников и друзей. Его узнали как настоящего патриота родины. Капитан полиции погиб в 2005 году в результате нападения. Родной брат и лучший друг пришли сегодня отдать дань памяти и уважения своему близкому человеку. Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне К сожалению, в такое спокойное для нашей республики время в 2023 году произошла попытка дестабилизации обстановки нападения на сотрудников правоохранительных органов при исполнении своего воинского долга. Погибли три сотрудника, среди которых старший участковый, майор полиции Башир Хаутиев, капитан полиции Максим Алехин и сержант полиции Максим Родионов. Я считаю, что действительно сегодня те герои, которые отдают свою жизнь за нашу родину, за нашу республику, за наш народ, мы всегда должны помнить и никогда не должны забывать. Потому что они отдали самый дорогой, дорогой, это жизнь свою за нас. И у нас, понимаете, вот сотрудники, которые погибли, это более 400 человек. Для нашей республики это огромное число. Потому что мы самая маленькая нация, республика, это самая молодая и самая маленькая нация, но как бы там ни было 400 человек, какой бы огромной нации ни было, это огромное число. Хотел бы, чтобы мы все понимали это, все думали об этом, чтобы каждый человек, который занимается этим вопросом, одумался, понимал, что он делает. Потому что ингуш, он называется ингушом, но он не ингуш, потому что когда он убивает своего брата, своего родного человека, ингуша, или не имеет значения, кто бы там ни был, на каком основании он это все делает. Правопорядок и общественная безопасность, их священный долг и обязанность. В этом году исполняется 100 лет со дня образования патрульно-постовой службы МВД России. На сегодняшний день это структурное подразделение является одним из самых многочисленных в российской полиции. Сотрудники в разные годы также потеряли от терроризма своих коллег, собравшимся рассказывать, какую важную миссию выполняет ППС. Эта служба полиции является основной силой, обеспечивающей общественный порядок и безопасность в городах и других населенных пунктах на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Патрульные наряды оснащены новейшими видами служебного транспорта и современными техническими средствами. Подрастающее поколение просто обязано знать своих славных земляков, благодаря которым мы живем в мире и в безопасности. Мне понравилось, как рассказали истории многих погибших, отважных ингушей, которые защищали нас от террористов, которые, к сожалению, погибли. Ты им не гордишься? Да, я горжусь, я рада, что у нас есть такие доблестные люди, отважные. И я надеюсь, что в будущем наше поколение тоже таким же будет. Мы говорим им спасибо не только 9 мая. В сердцах благодарных потомков каждый из этих воинов навсегда оставил свой глубокий след уважения. Лида Сычоева, Джамалил Султыгов, Новости 24.